Ничего необычного. Просто депутат Госдумы Гурулёв в эфире Федерального канала призывает к нанесению ядерного удара по Нидерландам. Но нацисты все равно сидят в Киеве. Смотрите, не перепутайте. Я для себя обнаружил, что практически где-то 50-60% обеспечения углеводородами в всей Европе находится в Голландии. Представляете, что тут в Голландии, вот на побережье, у военных называется крайне жирная цель. Раздувается российская угроза. Здесь каталог целей. Он сегодня существует. Есть? Есть. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб для того, чтобы Европа просто встала на колени. Причем это дело одного дня. Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию, если то, что мы видим, происходит сегодня? Вот что такое деницификация в нашем понимании. С минимальным расходом ядерный боеприпас. С минимальным. Но ядерный. Обязательно. Обязательно. Я думаю, что эту решимость, наверное, нам надо высказывать. Ну, чего от этого бояться надо? Но уже все. Уже посыпалась вся эта история. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Морда. Ну что, православная рать, награжденная, сейчас мыслить, при ордене на мужество. Дядя Валерий. Мужден, за что тебе? За храбрость. Посмотрите на эти лоснящиеся, якобы православные лица боевых магов расармии. Как думаете, сколько кабанчиков и вареников потребляет каждая такая тушка в неделю? Вот это Люба. Христос с нами, победа за нами, братья. Вперед. Господь, 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 Господь. Ракетная опасность в Белгороде. Тетка в розовой кофте не пускает детей в свой подъезд и отправляет их на х**. Посмотрите на реакцию остальных четверых каракатиц. Ни одна не возмутилась и не попыталась уберечь детей от опасности. Духовная скрепа. Год семьи. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Это та общность, разрушив которую, мы с точностью разрушим свое отечество. Есть в дивизиону боевая тревога. Стартовые батареи к бою. Принять стартовую готовность номер один. Основное направление 254. Навести. Есть. Рашисты хвастаются, как расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион ЧФРФ» из временно оккупированного Крыма наносят удары по украинским городам. Цель наземная. Ракетное оружие к бою. Если вот стоит пятиэтажный дом, то мы прицелились в подъезд. Вот это вот. Если не в этот подъезд, то соседний точно летает. Если у вас есть информация о расположении этих комплексов либо других военных объектов, то вы можете поделиться этими сведениями за вознаграждение. Шесть месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За шесть месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии БСО прикосновения, а также от военных, находящихся в тылу. Начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Больше заявлений о том, что разного рода государства не будут препятствовать нанесению ударов своими F-16 по территории Российской Федерации. Такое заявление сделала Дания. Неожиданно Копенгаген. Такое заявление сделала Швеция. И вот только что аналогичное заявление прозвучало из Нидерландов. Иными словами, здесь тоже расширяется поле возможного допустимого. F-16 будут работать в том числе по их замыслу в воздушном пространстве Российской Федерации. Правый F-16 из Нидерландов. Ему можно наносить удары по территории так называемой РФ. А левый F-16 из Бельгии ему нельзя. Но кто скажет, каким именно F-16 будут наноситься удары по бывшей России? Не так ли? Ну и Макрон, который в отличие от Байдена дает разрешение по ударам по территории, исторической территории Российской Федерации, не только Белгородской области, но теперь еще и Курской области. Это все свидетельствует о том, что они сами себе разрешили в принципе бить по России. Опа! Опа! Резиновый попа! Да! Вот интересное кино. Мы так не договаривались. А это отключение света в санитарной зоне. В Белгородской народной республике горит электроподстанция. По информации местных СМИ, после прилета беспилотника в поселке Октябрьский пропало электричество. Местные жители сообщают об аварийном отключении. Возмездие, именно удары возмездия, именно вот такое проявление нашей ненависти, абсолютно святой ненависти. Лишить их ощущения безопасности и сытости, это задача даже более важная, чем, условно говоря, уничтожить такое-то количество танков или такое-то количество БТРов. Я уверен, что после вот этих испытаний украинский народ, ну-ка, наконец-то, может быть, дойдет, может быть, придет все-таки понимание о том, кто виноват. За это они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Колодные, голодные, без свет. Не будут работать госпиталя, больше ха** будет дох** на операционных столах. Блэкаут означает также серьезные перебои с водоснабжением, отоплением, канализацией и связью, включая интернет. Еще немножко, и мы эту деэлектрификацию Украины проведем в полном объеме, чтобы на эту точку поставить и больше не учиться. Сегодняшние удары и еще три таких просто вгонят всю незалежную в каменный век. Это надо до конца уничтожить всю энергетическую инфраструктуру Украины, погрозить ее в 16-й век. Волнение, ожидание холодов, голода, не знаю, что угодно, потолок ледяной. Нет, никто этого не хотел. Все хотели только с помощью военной силы решить вопрос.